Верните нам, деда! Кадры сделаны возле стадиона Енисей накануне начала учебного года. Детская команда по хоккею с мячом скандирует в защиту своего тренера. В это время родителям спортсменов на собрании объявляют. Наставник, который поставил ребят на лёд и много лет руководил командой, работать больше не будет. Всю свою жизнь в нас вложил. Он круглосуточно на льду. Он детей разбивает на микрогруппы, с ними тренируется, занимается. Это индивидуальный подход. Речь о Дмитрии Милованове. В апреле прогремела история с избиением. Двое отцов напали на тренера, якобы из-за того, что их дети несправедливо оказались во втором составе. Сегодня другие родители рассказывают, Милованову поставили ультиматум. Либо тренировать команду помладше, либо уходить из спортшколы. Большинство не согласны прощаться с опытным наставником. Тем более, что вот-вот стартуют игры. Они привозят медали, они привозят кубки. А вместо того, чтобы их мотивировать, вместо того, чтобы их поддерживать, у них просто забирают наставника, забирают второго отца. Мы сейчас за что боремся? Боремся за будущее наших детей. В первую очередь сейчас отстаиваем права наших детей. В 10 лет педагог занимается с детьми. То есть он каждого знает очень досконально. То есть он моего сына знает больше, чем я, потому что они находятся вместе гораздо больше времени. Поэтому о чем тут говорить? Сам Милованов на камеру общаться отказался, но в телефонном разговоре с нами рассказал, будет стоять на своем, отдавать команду, которую воспитывал с детских лет, не готов. После избиения тренеров полиции возбудили дело, следствие еще идет. Почему спортшкола в этой истории не встала на защиту своего сотрудника, неизвестно. Разрешить ситуацию пыталось Министерство спорта края, но лишь на время. Конфликт, к сожалению, затяжной. Он длится с 2021 года, и руководство школы в нужный момент не предприняло достаточных и необходимых мер для того, чтобы его погасить. Суть состояла в том, что тренер разделил группу на перспективных и середнячков. И одни ребята постоянно получали игровую практику, а другие сидели на скамейке запасных. Из-за этого в группе сформировалась напряженная психологическая обстановка. В том числе имели место зафиксированные случаи противоречивого отношения этих групп друг к другу. Временным решением стало разделение группы 2009 года рождения на две части до момента комплектования групп на новый сезон. Также был прекращен свободный доступ родителей на каждую тренировку. Покинула свою должность заместитель директора по спортивной работе. В самой спортшколе прокомментировать конфликт не смогли. Пока взрослые не могут принять решение, дети верят, что вернутся к тренеру. На защиту Дмитрия Милованова встали еще когда тот оказался на больничном после избиения. Команда поехала на соревнования в Кемерово без него. На лед спортсмены вышли с фотографиями тренера. Другого говорят им не надо. Я не понимаю, честно, почему его так плохо говорят, потому что это тренер. Он понятно, что строгий, но это все в меру. Я считаю воспитание к нам нашего тренера абсолютно справедливо. То есть благодаря чему мы и занимаем на турнирах первые и вторые места. Наш Милованов, он очень хороший тренер. Он знает, как нас тренировать, знает все наши подходы. Софья Толстопятова, Стефания Микишова и Алексей Морозов. Новости Прима.